1xBet – надёжный букмекер. Делаете ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатываете больше. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надёжном букмекере 1xBet прямо сейчас. Турнир Мюнхенской Баварии и всех остальных. Так выглядит немецкий чемпионат для тех, кто не разбирается в футболе. Совсем не разбирается. Бундеслига насыщена смыслами. Сверхжаркие рурские дерби, ежегодное появление новых суперзвёзд, столкновение молодых коучей с искушёнными тренерами олдскула. И самое главное, заполненные до отказа арены, которые точно не дадут уснуть. В этом видео вы узнаете о главных интригах самой самобытной лиги старого континента. Как быстро Бавария убьёт интригу? Этот клуб ненавидит почти вся Германия. Бездонный кошелёк, наглейшая трансферная политика и предельно хорошие результаты. Всё это вызывает истерику у конкурентов Баварии. И в этом году команда Анчелотти точно не ослабла. Серия поражений и невнятная игра в предсезонных матчах значили ровно ничего. В победном матче за национальный суперкубок мюнхенцы обнажили потенциал. В чемпионате начнут его реализовывать. Анчелотти не затеял трансферной революции этим летом. Вместо этого Карло освежил состав грамотно, мощно и со вкусом. Ультраперспективный полузащитник Себастьян Руды заменит Хаби Алонсо. Французский вундеркинд Карентин Толесо Филиппо Лама. Однако главный трансфер Баварии связан с мадридским Реалом. Бавария арендовала человека, чьей трансферный ценник равен 50 миллионам евро. И он абсолютно точно поможет ей сохранить гегемонию. В итоговой победе мюнхенцев сомневаются лишь до безумства преданные фанаты Дортмунда. Остальные задаются вопросом, когда машина Анчелотти уничтожит интригу в чемпионате. В прошлом году ей пришлось повозиться аж до весны. На сей раз главный вопрос турнира может умереть уже к Новому году. Станет ли Хаммес суперзвездой Лиги? Хаммес Родригес – самое статусное и громкое приобретение немецких клубов в зимнее трансферное окно. Колумбиец не справился с космической конкуренцией в мадридском Реале и попросил Зенедина Зидана о трансфере. Француз поступил мудро и гуманно. Ты обязательно станешь великим игроком, но на этом этапе карьеры ты должен играть за Бланкос. Сейчас мы уважаем твои амбиции, уровень и старания. Мы отпускаем тебя лишь на время. Стать еще лучше по-настоящему великой команде. Комплимент от Зизу объяснил не самый популярный трансферный финт от Баварии и Реала. Продление контракта с испанским клубом перед двухгодичной арендой в Германию. Схема говорит о том, что колумбийца крайне ценят, а сам он рвется играть. Ожидать от Хаммеса футбола высочайшей пробы оправданно. Пропустить такое – преступление перед Бундеслигой. Левандовский или Абамиянг? Бавария привлекательна не только звездным новичком. Она насыщена футболистами экстра-класса, которым есть что доказать. В конце прошлого сезона один из них устроил эмоциональную порку партнерам прямо на поле. В прошлом сезоне Роберт Левандовский спорил за приз лучшему бомбардиру Бундеслиги с Пьером Эмериком Абамиянгом. Перед последним туром поляк опережал конкурента на один мяч, но Абамиянг положил дубль в ворота Вердера. Весь матч с Фрайбургом Левандовский пытался забить два, но в итоге покинул газон без гола. Он накричал на партнеров, несмотря на вручение чемпионской салатнице. По мнению Роберта, они пасовали ему слишком мало. У форварда Баварии есть отличный шанс взять реванш. Пьер Эмерик не совсем счастлив в Дортмунде и в открытую говорит о желании поиграть за Милан. Впрочем, его трансфер маловероятен. А вот не самая оптимальная форма на старте сезона из-за отстранения от тренировок. Абамиянгу обеспечена. Посыпется ли Дортмунд? Хандра основного нападающего не единственная проблема Боруссии. Барселона потратила деньги с продажей Неймара на молодого и перспективного Усмана Дембеле. Это огромная потеря. Молодой француз разгонял атаки дортмундсов и стал лучшим по успешным обводкам в Бундеслиге прошлого сезона. На смену ему пришел украинец Андрей Ермоленко, которого уже на протяжении долгого времени сватали в европейский топ-клуб. По силам ли Андрею заменить мобильного француза, время покажет. Немногие верят в нового главного тренера Боруссии Петера Босса. Финал Лиги Европы с Аяксом – единственный по-настоящему значимый успех голландца. А еще он никогда не вступал в конфронтации с руководством. Немецкие журналисты видят в этом зеленый свет для превращения вчерашнего Гранда в инкубатор продаж хороших футболистов за хорошие деньги. Боруссия может посыпаться в любой момент. Сохранит ли Лейпциг всю мощь? Главная сенсация прошлой Бундеслиги и клуб, за которым будут следить очень внимательно. РБ столкнется с абсолютно новыми ощущениями. Еврокубки, плотный календарь, серьезный настрой со стороны соперников, вербовка лидеров со стороны суперклубов. Лейпцигу удалось сохранить и даже усилить состав. В команду влились достойные Жан Кевин Аугустин, Брума и Конрад Лайнер. РБ цепляется за чемпионскую гонку за счет грандиозного старта. Посмотрим, сменил ли клубную стратегию Ральф Рангник. Лейпциг максимально закрылся от прессы в межсезонье. Либо они не хотят афишировать какие-то трудности, либо готовят новый приятный сюрприз. В прошлом видео мы спросили вас. Этот игрок забил 46 голов в итальянском чемпионате за всю карьеру. 45 из них одной частью тела и только один другой. О каком футболисте речь? Этого игрока зовут Паула Дибала, который слабо играет головой и совсем нечасто бьет с правой ноги. Но левая у этого парня абсолютно убийственная. А теперь следующий вопрос. Этот футболист забивает гол или отдает ассист ровно каждые 100 минут игрового времени с момента перехода в Бундеслигу. О каком игроке речь? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok